Гараж около бара «Транзит» на Созидателей 36А находится среди жилого сектора. Дымит прямо в окна жилых домов и на детскую площадку. Примите, пожалуйста, меры. С такой жалобой обратилась местная жительница к контролирующим органам. Дым, идущий из гаражей в эти холодные дни, стал настоящей проблемой для ульяновцев. Дело в том, что подчас в печках горят не только дрова, а еще и отходы различных производств. Реакция незамедлительно следует практически на каждую жалобу. Основной результат всей этой работы, то есть то, что люди начали осознанно переходить либо на альтернативные источники отопления, либо устанавливать фильтры. Они работают в рамках того, что министерство продвигает идею о том, что реализует региональный проект «Чистый воздух». Цель этого проекта является до конца 2025 года снизить объем выброса вредных веществ на 20%. Рейды позволяют выявить и тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, не выплачивая налоги и не регистрируя дело. Теневой бизнес должен либо стать легальным, либо вылететь в трубу. Причем буквально, ведь именно трубы – причина проверок. Жалобы в соцсетях отслеживает Центр управления регионом. Жалобы по поводу экологии поступают. То, что касается нового города, здесь есть периоды, когда люди особенно активно пишут. Они связаны с неблагоприятными метеорологическими условиями. Центр управления регионом перенаправляет жалобу по профилю, а рейды выявляют нарушения. Кстати, и в этот раз протокол был составлен. Штраф, пусть и небольшой, может стать регулярной выплатой, если не установить фильтр. Пока, как уверяет Министерство экологии, подавляющее большинство собственников гаражей следует рекомендациям и устанавливают фильтры. По мнению защитников природы, нужен закон, который бы однозначно обязывал владельцев отказаться от отопления дровами и мусором. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.